здравствуйте вы находитесь на канале Дмитрия Трофимова и я тот самый Дмитрий Трофимов сегодня расскажет еще одну полезную тему вы же знаете на моем канале не бывает ничего не полезного даже влоги там где я рассказываю о себе там тоже есть интересные наработки я делюсь своими какими-то мыслями может быть даже техниками в общем то все что у меня есть на моем канале все полезно сегодня у нас тема токсичные люди а именно как с ними взаимодействовать может быть вы уже смотрели некоторые видео по этой теме посмотрите если вы не смотрели ссылка только что появилась никогда никогда не рассказывайте токсичным людям о своих планах никогда не рассказывайте им о своих целях никогда токсичным людям не рассказывайте о своих мечтах потому что скорее всего очень большая А вероятность, что эти люди просто по щелчку пальца разрушат ваши цели, мечты, планы и желания. Это они умеют делать. Они же токсичны, они прокачались. Они умеют правильно подбирать слова. Они так подберут слова, что через какое-то время, а может быть сразу, вы задумаетесь о том, что может быть этот план, в общем-то, не такой хороший. Может быть и не стоит мне заняться пением. Может быть мне все-таки пора бросить эту цель. Зачем она мне нужна, зачем мне заниматься физической нагрузкой. Может быть это все бесполезно. Самое главное, что вы может быть даже не задумаетесь, что это вам подкинул идею токсичный человек. Вы будете думать, что это ваши мысли, что это вы сами к этому пришли. А все, что токсичный сделал, это правильно подобрал слова. При этом он не просто правильно подобрал слова. Помимо этого, он также сыграл эмоцию. Он показал вам мимика лица, тоном голоса и каким-то другим способом. Может быть телодвижением. Но в любом случае атака пошла по всем фронтам. И вы, может быть, сразу же это зацепили и начали задумываться. Может быть со временем. Давайте пример. Парень решил какую-то мечту свою закрыть. Он живет с мамой. И мама, например, токсичная. Он воодушевленный. Сын подходит к маме и говорит, я решил, я буду радиоведущим. И в этот момент, внимание, токсичное поведение, оно всегда сразу же воспроизводится. Это взгляд, да. Это выражение лица. Мама разворачивается. Либо поднимает глаза на сына и смотрит на него очень гневным состоянием. С агрессивным, может быть, включается тон голоса. И она говорит, какой ты радиоведущий. Иди работать менеджером на заводе. Или, например, куда-нибудь. Иди дворником работать. Это намного лучше для тебя, чем какой-то радиоведущий. Ты что? Это какая-то профессия? Что это вообще? И парень пытается защитить свою идею. Он как-то барахтается, что-то пытается ответить. Но это не работает. Потому что токсичное поведение, оно тренировалось годами. А парень этот не тренировался годами, чтобы защитить себя от токсичного поведения. Он не проходил никакие практики по защите, опять же, по конфликтам. Чтобы победить в конфликтах. Он это ничего не проходил. И получается, что все, что он может, это просто оправдываться. И атака будет продолжаться. На следующий день, опять же, мама что-то может сказать. Или папа может что-то сказать. Еще день. И будет это продолжаться долгое время. И в итоге человек сдастся. Может быть, у парня мощная сила воли. Но в любом случае, это не имеет значения. Потому что, если это происходит каждый день. Если капает, что ты недостоин. Ты не можешь быть радиоведущим. Ты не можешь быть радиоведущим. Ты не можешь. И это продолжается, продолжается, продолжается. В какой-то момент он поймет, что это действительно не его. А на самом деле, его это работать менеджером на заводе. Это его судьба. Это его предназначение. И все из-за чего? Из-за того, что он поделился этой мыслью. Нельзя делиться планами, мечтами и целями с токсичным человеком. А все-таки, да, вот есть порыв, есть желание. Хочется сказать. Хочется. Это можно сделать тогда, когда вы это уже реализовали. Минуточку внимания. И у вас есть результат по этой теме. Но будьте осторожны. В этом случае токсичный тоже может вас атаковать. Но в любом случае, у вас уже есть внутри фундамент. Вы видите свой результат и те действия, которые вы свершили. Вы знаете, что у вас это работает. И атака токсичного в вашу сторону, в общем-то, будет в любом случае слабая. Я не рекомендую о результатах постоянно говорить о токсичном. Потому что в любом случае это будет атака. В любом случае вам будет неприятно. Ну зачем вам это? Один раз сказали, порадовались. Вы за себя порадовались. Человек не понял. Второй раз сказали, человек не понял. И на этом нужно остановиться. И еще одно дополнение. Ребята, если рядом с вами есть токсичные люди. Либо люди, которые вас не понимают, не говорите им о том, что вы проходите какую-то практику, какой-то тренинг. Читаете какую-то книгу. Не надо, не надо это делать. По крайней мере, опять же, до ваших стабильных результатов. Когда прокачались, когда прокачали навык, когда стали сильными, когда точно вы знаете, что это работает. Вот тогда вы можете поделиться этой информацией. Но на начальном этапе не нужно. Потому что вас собьют цели. Вот так, легко. Что? Какой-то тренинг, практика. Иди на завод менеджером работать. Пока-пока. На самом деле, я нормально отношусь к менеджерам. Это люди, которые, может быть, даже получают от этого удовольствие. Вообще, все профессионалы в этом мире. И у меня нет никаких к этому претензий. Субтитры сделал DimaTorzok